СОГЛАСНО ЗАКОНУ ПОЛОЖНИКУ МОНАШЕСТВА Личность игумена или игуменья служит предметом всеобщего доверия и приятия и мирилом для всей брати. Настоятель одним своим присутствием отодвигает на второй план частные желания и сохраняет единодушие. По слову святителя Григория Низского, настоятель является соединением единомыслия и светом в водительстве душ. В сформировавшемся общежитии, где подвязаются и живут согласно с евангельским законом, православным преданием и священными канонами, решения настоятеля не могут быть ничем иным, как выражением совести всех братьев. Согласно святителю Василию Великому, в монастыре вместе живут люди, происходящие из разных мест, но все они настолько притираются и приобретают одни и те же свойства, как если бы одна душа пребывала во многих телах и имела бы единое мнение. Братья, как подчеркивает святитель, в равной мере становятся друг для друга и рабами, и господами. Служение настоятеля состоит в том, чтобы навести и построить мосты общения между братьями, чтобы изглаживались причины отдаления душ и возделывались те духовные силы, которые приводят к взаимопониманию, единству и гармонии во Христе. Там, где существует подобное единодушие, монашеская жизнь достигает полноты. В ктиторском уставе нашего монастыря, действовавшего с XVI века как мужской, особо подчеркивается, что настоятель обязан иметь взор неусыпный, зреодеяние и житие братьей. Это правило действует для всякого монастыря, потому что настоятель или настоятельница должны брать на себя неусыпную заботу о каждом брате или сестре с момента отречения от мирской жизни, что является первым шагом к монашеской жизни и принятию в монастырь и вплоть до ухода в вечность. Делание настоятеля начинается с момента знакомства с кандидатом к монашескому постригу и приведения его к тому, чтобы оставить тщетность мира и сопричтись к монастырской общине. Настоятель лично берет на себя укрепления в скорбях, испытаниях и духовных поисках каждого члена братства, включая и кандидатов к принятию монашества, живут ли они в монастыре как послушники или только взыскуют этого. С помощью Божией он находит способы преодолеть трудности и исцелить духовные немощи. Для достижения этого он призван возлюбить своих духовных чад отеческой любовью, вразумлять их с любовью и снисходить к их немощам, ибо сам Господь терпел наши прегрешения. Но и по обстоятельствам необходимо налагать взыскание и призывать к ответу. Строгости надзор могут быть иногда заменены снисхождением, но не доводя до того, чтобы они вышли за рамки взаимного уважения и приличия. Положение настоятеля или настоятельницы и бремя ответственности старших братьев не отменяют непосредственности личного общения с каждым из братьев или сестер и не умоляют ласкового и заботливого обхождения отеческой и материнской заботы. Обхождение настоятелей с каждым членом братства требует большего рассуждения. Их исцеляющее вхождение в мир души каждого есть дар, действующий силою Божией и по молитвам святого основателя монастыря, его преемников, но и всех членов братства, если сопровождается постоянным личным подвигом, сосмирением и самоукорением самих настоятелей. Настоятель призван первым шествовать путем крестоношения и мученичества, которому он призывает и все братство, безропотно приняв на себя первым крест Спасителя. Монашеская жизнь есть постоянное несение креста. Она подобна выходу в море во время сильного шторма, но ее гавани прибежища в постоянном присутствии Духа. Благодатное утешение подается ежедневно, когда монах на пути к спасению испытывает скорби, испытания, падения и многие искушения. Без внутреннего мученичества духовная жизнь не может достичь своей глубины. Дело ненастоятеля в том, чтобы сообщить братству Дух вечности и ревности в испытании своей совести. В том, чтобы вдохнуть в каждого члена братства, что ежедневное предвкушение Божьего Царства может быть прочувствовано через сопереживание, совместное прохождение одного пути и духовную близость всех членов братства, в котором общей и неразрывной связью они имеют любовь к жениху Христу. Это стремление к взысканию общения с Богом, настоятели призваны обновлять ежедневно, понуждая братьев к подвигу и молитве и воодушевляя их и радуя на пути к вечности. Настоятель или настоятельница через служение братьев, подвязаясь в терпении, разумении, всепрощении, в постоянной борьбе со страстями, достигают преодоления и собственных трудностей и немощей. Поэтому и преподобный Федор Студит призывает «Научайся и научай, просвещайся и просвещай, наставляйся и наставляй, обращайся к Богу и обращай, с душой исполненной любви сохраняй единение братьев, стоя на страже всего, что приводит к Богу». Согласно святым отцам, пастырское воспитательное общение зиждется на кротости, предупредительности, мягкости, на индивидуальном подходе и, конечно, на уважительности. Старец никогда не прибегает к психологическому и эмоциональному давлению и угрозам. Настоятели, действуя в истинно отеческом и материнском духе, ни в коем случае не отождествляют послушание с дисциплиной. Монастырь, просто подчиняющийся указаниям настоятеля, представляет собой вулкан, который вскоре взорвется, уничтожая братство. Цель состоит в том, чтобы в монастыре сложился климат взаимной любви, и все члены чувствовали, что между ними и настоятелем существует личная связь и духовное общение. В монастыре материнское милосердие приобретает глубокий смысл и духовную широту, поскольку обращено к чадам, которые не произошли из естественной материнской утробы, а рождены через духовное усыновление. И поэтому оно может объять всех, даже немощных и строптивых братьев, и уж, конечно, нестойких и искушаемых, жаждущих духовной поддержки. Настоятель, который призван поддерживать каждого брата в борьбе со страстями, так должен его укреплять в ежедневном несении послушания, чтобы давать ему возможность заниматься осмысленным трудом. Он не должен идти при этом на поводу желаний и требований братьев, но относиться к назначению распределения послушания рассудительно и подавая личный пример. Он призван вдохновлять и объединять усилия с тем, чтобы служение отвечало нуждам общежития, и в то же время становилось объединяющим началом для братьев, приводя ее к святости. В первую очередь, послушания, связанные с работой на земле, соединяют членов братьев между собой и с местом, где они живут. Когда продукты, предлагаемые для общей трапезы, оказываются плодом труда братьев, усердно трудившихся, чтобы вырастить их, и особенно когда это происходит традиционным способом, то есть без использования химикатов, тогда появляется возможность для членов братства, в первую очередь для молодых, которые жили в современном обществе, осознать, что монастырь следует многовековым традициям. В современную эпоху монахи и монахини, приходящие в монастырь, в большинстве своем люди обремененные значительным социальным и образовательным багажом и выросшие по правилам, диктуемым современным обществом. Некоторые из них происходят из мультикультурной среды, другие же побывали во многих странах и изучали различные науки. Они избирают монашескую жизнь, поскольку взыскуют Христа как жениха, прекрасно зная, что общество их за это осудит. Чтобы эти молодые люди могли последовательно пережить трезвление и крестный путь монашеской жизни, которые вот уже две тысячи лет проживает церковь, они нуждаются в атмосфере постоянного духовного окормления, присмотра и ежедневного размышления над смыслом жизни. Духовный наставник призван постоянно утверждать братью в том, чтобы они сохраняли ревность и не подменяли трудный путь легким, тяжелую работу комфортом, жертвенное служение требованием особых прав. Потому что всегда сохраняется опасность, что в наших монастырях поселятся секулярные мышления и проявления, отменяющие нашу монашескую сущность, которые подлинны только тогда и только потому, что остаются обетованием креста и смерти. Жизнь в общежительном монастыре сохраняет до сего дня единство, которое было у первых христиан, и ревность о совместном существовании душ. В монастырской жизни мы призваны следовать свято-отеческой традиции. Однако слово «традиция» сама по себе означает передачу чего-то, что было преподано и пережито и не ограничивается простым сохранением. Монастырские правила, которые регламентируют жизнь в наших обителях, имеют смысл только в том случае, если мы и сегодня проникаемся и руководствуемся ими на пути к спасению души. А настоятель верен слову, истине, опыту и продолжению дела своего святого предшественника, когда не просто требует соблюдения заповедей и уставов, но когда руководствует членов братства восприятие духовных заветов в единстве, в единодушном общении и в непрестанном исследовании воли Божьей. Продолжение следует...